Добрый день. Выпуск новостей на телеканале Югра в студии Екатерина Крепшева. Многодетных югорчан, имеющих право на выплаты взамен земельного участка, призывают воспользоваться такой мерой поддержки. Для некоторых семей она пользуется, пока не пользуется популярностью, все из-за выросших ставок на ипотеки. Размер меры поддержки в регионе фиксированный 1 миллион 200 тысяч рублей. Имеющие трех и более детей могут потратить эти средства на строительство дома или покупку квартиры. Например, в Сургутском районе на такую выплату могут претендовать 363 семьи, и только 23 из них решили воспользоваться деньгами. Общая сумма для них составила почти 30 миллионов рублей. А муниципалитет рассчитывает направить на такие выплаты в два раза больше средств. Многодетных призывают не игнорировать такую меру поддержки. Также в Сургутском районе хотят увеличить круг тех, кто может претендовать на деньги взамен земельных участков. С целью улучшения жилищных условий этой категории в течение последних двух лет администрация Сургутского района обращается в правительство Югры с предложением о расширении круга участников. То есть, если в текущий момент воспользоваться данной мерой поддержки могут семьи, которые встали на учет до 31 декабря 2017 года, мы предлагали расширить круг участников еще на год, то есть распространить действия данной мерой поддержки на семьи, которые встали на учет до 31 декабря 2018 года. Это позволило бы нам кратно сократить очередность тех семей, которые ожидают получения земельного участка. 120 человек на 800 тысяч гектаров. Столько сотрудников трудятся в государственных заповедниках Югры. Их в нашем регионе всего два – Юганский и Малая Сосьва, но занимают они довольно приличную площадь. 14 октября в России отметят профессиональный праздник работников заповедного дела. По этому поводу сотрудники Юганского заповедника решили провести студенческий квиз. Подробности с места событий расскажет Екатерина Нефедова. Поближе познакомить молодежь с нелегким трудом работников заповедного дела решил Юганский заповедник. Специально для студентов они разработали квиз – интеллектуальную игру, в ходе которой студенты узнают много интересного, проявят смекалку и находчивость. Подробнее об этом нам расскажет Ольга Стрельникова, начальник отдела экологического просвещения Юганского заповедника. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вопросов будет достаточно много, будет четыре раунда. Ребят собрались в девять команд, насколько я сейчас поняла, посчитала. Один из самых таких, может быть, ярких вопросов, на которые ребятам придется ответить – это угадать вид растения. Это наша любимая росянка, которая у нас очень распространена, на болотах ее достаточно много. Ну и мало кто видел, потому что растение очень маленькое. И поэтому ребятам будет предложено посмотреть на нее, угадать, как она называется и определить, чем она питается. А чем она питается? Питается она в основном мелкими мошками, которые всем нам досаждают на болотах, или комарами, если ей удастся их поймать. В библиотеке Сургу работает выставка «Заповедная Россия». Здесь с историей самых нетронутых человеком мест нашей страны знакомят студентов и школьников Сургута. Подробнее о выставке нам расскажет Жанна Задорожная, ведущая библиотекарь научной библиотеки Сургу. Здравствуйте, Жанна. Расскажите нам, пожалуйста, о ваших фотографиях. Ну, наверное, мы начнем. И вот эта фотография, она будет одной из самых интересных. На ней Собольборск гузинец. А с этого милого зверька и начинает свое существование заповедная система России. Дело в том, что мех зверька очень ценен. Его активно отлавливали, и мех шел в том числе на экспорт. Зверек стал исчезать. И тогда, дабы сохранить его, был подписан указ Николаем II, о том, что вот где наибольшее скопление этого зверька, а это было там, где находится у нас Алтай, озеро Байкал, Баргузинский заповедник. Как заповедники сохраняют дикую природу России нетронутой, так и квиз расширяет знания молодежи в этой сфере. И даже в случае проигрыша студенты окажутся в выигрыше. Ведь такой интересный формат позволяет лучше запоминать факты. Екатерина Нефедова, Алексей Шахмаев, телерадио компания «Югра», Сургут. Лучшие электромонтеры у Уральского федерального округа встретились в Югре. В Нижневартовске проходит одно из самых масштабных мероприятий энергетической отрасли. Конкурс профессионального мастерства среди бригад оперативно-ремонтного персонала, электромонтеров, распределительных сетей в регионах Урала. Восемь команд из Югры, Ямала и Тюменской области соревнуются за право участвовать во всероссийском этапе соревнований. Организаторами конкурса выступили акционерные общества ЮРЭСК и Россети Тюмень. Основа электросетевых компаний – это их работники. В первую очередь электромонтеры и инженерно-технический персонал. И вот через такие конкурсы прохмастерства – это один из этапов популяризации этой профессии. Югра стала на шаг ближе к столице моды. На площадке Музея природы и человека в Хантамансиске прошел практикум перформанс «Модные люди Югры». Изюминкой мероприятия стало открытие двух выставок, где дизайнеры, участники и победители грантового конкурса показали свои финальные коллекции. В завершении встречи дизайнеры на творческом дефиле «Югорские таланты» продемонстрировали одежду своих брендов. Ам, Йомас, а также студии Маша, Рут и Арт-Ром. Модели прошлись по подиуму под звуки национальных мелодий. Яркие орнаменты, спортивно-повседневная одежда и даже корсеты и вечерние наряды в пол. Югорские дизайнеры не зацикливаются на одном стиле, они представляют модели на любой вкус. По сути, сейчас тренды такие, что если рассоединять это все, то получается достаточно повседневный образ. Мы вообще за то, чтобы югорские бренды одежды признавали не обязательно только за то, что они используют национальные мотивы. Мы стараемся показать, что у нас в Югре женщины хотят и им есть куда носить красивые вечерние и повседневные наряды. Поэтому мы пошли от обратного и решили создать коллекцию, в которой не будет национальных мотивов. Она будет в классических базовых цветах, то есть это достаточно лаконичный черный цвет, который практически всем подходит. Он всегда нужен в гардеробе. И немного разбавили его ярким, сочным оттенком. К зиме дизайнер планирует разработать новую коллекцию – уже теплые одежды. Женщины у нас, конечно, любят принарядиться, но про суровые морозы забывать не стоит. Это шелковые платки, вдохновленные эстетикой нашего края, нашей Югры, природой, животными. И у меня в руках платок, который называется «Гвухари». Здесь изображены птицы, очень красивая цветовая гамма. А вот другая необычная коллекция была представлена на моделях в строгих костюмах в сочетании с дизайнерскими платками студии из Ханты-Мансийска «Арт-Ром» Алены Черкашиной. Каждый платок отрисовывается вручную акварелью на бумаге, потом оцифровывается, печатается на шелке и получается предмет искусства. Я сама очень люблю платки, не ношу шапки, поэтому решила, что мои работы могут быть изображены на аксессуарах. И у меня вот женская коллекция, мужская коллекция, это галстуки, платок пашеногрудный. И тоже все с тематикой севера, потому что сама я родилась на севере, выросла тут, и мне нравится наш край. И я рада, что могу запечатлеть эту красоту в своих работах. Такой аксессуар особенно актуален модницам, которые не любят носить шапки или боятся испортить прическу. А сама дизайнер отмечает, что платок будет радовать любого ценителя искусства. Елизавета Гутовская, Дарья Фанасьева, Александр Шулдиков, телерадиокомпания «Югра» Ханты-Мансийска. Владимир Сахацкий признан лучшим вратарем пятой недели Всероссийской хоккейной лиги. В минувшей домашней серии игр «Югорский страж-ворот» сыграл два матча. Одержал одну победу и отразил 100% бросков при коэффициенте надежности 0,00. В обоих матчах Владимир Сахацкий оставил свои ворота в неприкосновенности. Отмечу, что во втором матче «Югра» уступила по булитам, но основное время завершилось со счетом 0-0. Таким образом, по мнению экспертов лиги, он был признан лучшим вратарем игровой недели. Накануне «Югра» отправилась на выездную серию, которая будет состоять из четырех матчей. Сегодня подопечные Вадима и Панчинцева сыграют с омскими крыльями. В прошлом сезоне наша команда в обоих матчах уверенно переиграла соперника 4-0 и 5-2 соответственно. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами на телеканале «Югра». В Сургуте открылась распродажа импортной верхней одежды. Здесь представлены норвежские ветровки, итальянские кожаные куртки, немецкие пуховики, канадские аляски, финские дубленки, шубы и парки. Изделия выдерживают суровые холода до минус 50 градусов. В связи с уходом российского рынка норвежской компании Björr Larsen весь ассортимент в остатке распродается со скидкой до 80%. Сегодня, насколько вы знаете, Норвегия признана недружественным государством. Компания приняла решение покинуть российский рынок. В итоге компания Orso Group выкупила весь товар за бесценок. Единственный минус – с каждым днем моделей становится все меньше, ассортимент сужается. Если не купить сейчас, этих моделей может уже не быть. Представленный широкий модельный ряд и размеры до 72-го позволяют подобрать одежду на любой вкус. Я купил куртку, мне она очень понравилась, я доволен покупкой. Прекрасное качество, сразу видно по пошиву, поэтому я так думаю, что я приведу, скорее всего, всю семью. И мне нравится то, что здесь скидки. Выставка работает в Сургуте с 11 до 15 октября по адресу Ленина, 37. Торец здания справа от магазина «Связной».